МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПЕЖО-Партнер столкнулся с трактором. К моменту аварии оба транспортные средства двигались в попутном направлении. Легковым автомобилем управлял 33-летний мужчина. Попытка обогнать трактор обернулась трагедией. После столкновения с МТЗ ПЕЖО перевернулась. 24-летний пассажир машины получил тяжкие телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Посетитель-похититель. Минск. В милицию обратилась местная жительница. У нее из сумочки пропал кошелек с деньгами. Произошло это, когда женщина проводила время в баре. Вскоре с похожей проблемой к милиционерам пришел мужчина. Уже в другом баре у него исчезла барсетка. Мужчину на видео сыщики узнали сразу. Постоянный клиент. Неоднократно судимый за кражи 25-летний минчанин. На этот раз в одном из столичных баров он якобы нечаянно сбросил со стула оставленную без присмотра дамскую сумочку. Затем вежливо поднял и поставил на место. При этом выудив из нее кошелек. Во втором же случае задержанный, находясь в баре, познакомился с одним из его посетителей. Мужчины разговаривали, употребляли спиртное, а на прощание заключили друг друга в дружеские объятия. И именно в этот момент подозреваемый и похитил барсетку. Сезон двухколесных происшествий открыт. Владелец дорогого байка, подростки на мотоцикле отечественного производства, столичный житель на электросамокате. Все эти люди получили травмы. Один человек погиб. Минск. 31-летний житель столицы на мотоцикле Харли Дэвидсон угодил в ДТП, а затем в больницу. Проблемы у мужчины начались, когда он двигался по встречной полосе. Столкнулся с покидавшим парковку легковым Хёнде и срикошетил Фольксваген. И в Ацевичский район. В деревне Стайки 15-летний парень вез 16-летнего приятеля. Легковой Фольксваген поворачивал налево, когда в него врезались ехавшие следом подростки на мотоцикле. Шлем был только у пассажира. Прав ехать не было вообще. 15-летний взял покататься отцовский Минск. Поездка для обоих закончилась госпитализацией. Минск. 31-летнего столичного жителя на электросамокате беда настигла на тротуаре. Со двора дома на улице Богдановича выезжал автомобиль Ивека. В результате столкновения самокатчику понадобилась медицинская помощь. Клецк. В шестом часу вечера местный житель на Ниссане, выезжая со второстепенной на главную, не уступил дорогу. Машина оказалась на пути мотоцикла. Управлявший легким двухколесным транспортным средством мужчина из Белоозерска в результате столкновения погиб. Ехавшая с ним жена доставлена в больницу. Мерседес уехал в лес. Речицкий район. Эта история началась с застолья в котельной. Трое жителей города Василевичи нашли теплое местечко пображничать. Когда одному из участников банкета захотелось домой, он благоразумно решил пойти пешком. Свой Мерседес оставил у котельной, а ключи от него в рабочем шкафчике, чтобы не потерять. В следующий раз мужчина увидел свою машину вот такой. Мерседес оказался в кювете, в нескольких километрах от места, где его оставил хозяин. Милиционеры быстро нашли объяснение такой телепортации. В котельной после ухода автовладельца остались двое. 32-летний местный житель предложил товарищу покататься на авто. Однако в трех километрах от города не справился с управлением и вылетел в кювет. Транспортное средство получило значительные повреждения. На этом прервемся. Напомню, что все выпуски программы после показа на ОНТ доступны для просмотра на нашем официальном YouTube-канале и в популярных социальных сетях. Паблик кнопки появился в Одноклассниках. Вступайте в наши группы. Там можно увидеть сюжеты, не вошедшие в телеверсию. Эфир следующей тревожной кнопки днем в пятницу 3 апреля. Смотрите нас в 16.20. Дожди. Субтитры создавал DimaTorzok